Это главный эфир. Здравствуйте. Сегодня в разных странах вспоминают о страшных событиях Второй мировой войны. И хотя до 9 мая, фактически месяц, эта трагедия на календаре истории оставила немало засечек. Как раз 11 апреля, день особенный, в 1945 году сотни тысяч узников одного из крупнейших нацистских концлагерей Бухенвальд подняли восстание. Союзники вошли на территорию смерти, которая уже была под контролем. Благодаря этому нацистам не удалось замести следы своих преступлений, которые позже легли в основу обвинения на Нюрнбергском процессе. Сегодня 11 апреля, международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По разным оценкам, в концлагерях во время войны содержалось около 20 миллионов человек из 30 стран мира. Больше половины погибли в нечеловеческих условиях. Каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны это одна из самых черных страниц истории. Тростенец и Азаричи – крупнейшие мемориальные комплексы на месте военных преступлений. Осознавать удивительно и очень печально. Но, как показала практика, память о событиях Великой Отечественной нуждается в защите. Сейчас, уже в 21 веке, заведено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в 40-х годах прошлого столетия. Факты на поверхности. Как и факт того, что современных белорусских детей в нашей с вами стране услужливые соседи пытались обучить другой трактовке истории. Белорусы – народ-победитель. И этого не отнять. Сегодня поговорим о многом важном и памятном. 11 апреля для нас связано трагическими событиями не только с войной. 10 лет прошло со дня теракта в Минском метро. Те страшные события также вспомним сегодня устами очевидцев и тех, кто помогал выжить пострадавшим. С вами Сергей Гусаченко и Ольга Макей. Смотрите также в программе. Хорошо там, где мы есть. Пересмотрим присутствие из-за отсутствия внятных контактов. Зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? Сдуваем раздутые штаты и слушаем голос белорусских поляков. Как Варшава кует чужих среди своих на нашей земле. Нам нечего делить поляка. Но получается, что им это невыгодно. Они получают финансирование с Польши. Осваиваем искусство ответной дипломатии, ставя во главу угла экономику. Недетские страдания и ужас, застывшие в маленьких глазах. У некоторых детей забирали кровь частично. Много раза они сдавали кровь. А у некоторых сразу, то есть летальным исходом, потом как бы трупы детские сжигали. Почему даже в день освобождения узники концлагерей вновь становятся жертвами идейных потомков своих мучителей? Цинично поплевывая в память жертв концлагерей, невероятно активно тянут именно лагерную психологию в нашу жизнь. Площадка правды для тех, кто устраивает дикие пляски на костях. Кто крайний за квартирой? Проводим ревизию строительной отрасли за 5 лет. Наша очередь по республике общая уменьшилась где-то на 12%. Отсекаем мифические, оставляем реальные преференции для застройщиков арендного жилья. Для такого дома не должны в какую-то сторону отличаться коммунальные услуги. Дорогу большой стройки в год нового инвестцикла. Осколки, что не достать из памяти и жизни, которые не вернуть. Мне показалось, что вагон врезался как будто в другой поезд. Посмотреть за окно, там все было в дыму. Теракт в Минском метро спустя 10 лет устами тех, кто оказался на роковой станции. Было очень много скорых. Было ощущение, что они не кончаются. Узнаем, как живут сегодня свидетели ужасной трагедии. Первый пункт программы посвятим важной теме, которая касается нового политического ландшафта и партийного строительства. Для небольшой, но медийно активной части общества это вопрос на злобу дня уже лет 10 как. Государство не против, стройте, но только не сверху и не форсируйте искусственно, без политической коррупции, не олигархические проекты и не новых иностранных агентов под брендами партий. Негативных примеров в соседних странах хватает и на чужие грабли желательно не наступать. Чтобы партии не выродились и не столкнули общество во имя отдельных персонажей, нужны четкие и прозрачные правила. Именно о них в первом приближении говорили в пятницу на высшем уровне. На повестке инноваций в закон о политических партиях. Глава государства отметил, вопрос слишком важен, чтобы доверяться стихии. Куда более богатые страны на этом погорели и в прямом, и в переносном смысле. Помните штурм Капитолия в Штатах, сепаратизм в Испании, желтые жилеты во Франции и рухнувший рейтинг зеленого проекта господина Зеленского. Нам такого точно не нужно. Готовых рецептов нет. Посмотрите на оплот западной демократии, партийную политическую систему. Мы видим, как на место партийных идеологий приходят дешевый популизм и грязные политические технологии. Партии просто порой темную, а иногда не солидно, нарушение всех норм и принципов используют в политической борьбе для достижения своих корыстных интересов. Отдельные группы. Это мы видим не только на Западе. Мы видим и в постсоветских республиках, которые пошли этим путем. И интересы этих частенько олигархов, слава богу, нет их в Беларуси, направлены не на благо страны, на откровенное манипулирование общественным мнением. Нельзя позволить, чтобы подобные спекуляции на партийной основе способствовали искусственному разделению белорусского общества. И уж тем более утрате государственности. Такого в Беларуси быть не должно. И я очень надеюсь, что не будет. Что предлагается изменить в правилах игры? Во-первых, расширить региональное представительство. Партии не могут жить только Минском и тройкой областных центров, где часто одни и те же активисты выступают от разных партий. Нужно идти во все области и дальше в районы. Численность партбилетов предлагают повысить. Не может группа всего из тысячи граждан решать судьбу 10 миллионов белорусов. Дальше. Участие в выборах как единственный легальный путь к власти. Некоторые об этом забывают. Предложение такое. Пропустил два электоральных цикла на выход из политики. Чего хочет государство и общество от партий обновленных и новых. Во-первых, кадровая резерва опытных управленцев. Не популистов, а именно практиков. Чтобы их здоровые амбиции работали на страну и ее развитие. Второе. Те самые идеи и проекты снизу. Партиям все же легче, чем чиновникам поднять народную проблему до местного совета или парламента. Третье. Если партии будут работать на укрепление государства, крепкой будет и политическая система. Это страховка от крупных кризисов и внешних гибридных интервенций. Хотя, положа руку на сердце, ну, где в мире добились такого успеха? Даже вершина партийной демократии США и то заявляет о внешнем вмешательстве в выборы. Отсюда и предостережение от президента. Я просто хочу предупредить вас, разработчиков, и других. Если мы, допустим, хоть малейшую ошибку при формировании партии, ссылаясь якобы на некий зарубежный опыт, а вот у них мы уничтожим страну. Мы ее развалим. Вы знаете, что каждая партия, они с чем-то будут недовольны всегда. Одна партия выиграла. Будут обвинять, вы же знаете, даже в России, где жесткая власть. А, единая Россия пошло-поехало. Поэтому все надо предусмотреть. Есть запрос какой-то части элиты. Игнорировать его нельзя. Ну и, наверное, все-таки нормальная партия в русле законов с разными мнениями. Провластная, там, оппозиционная и прочее. Это нормальный процесс. Но мы должны все изначально обставить, выработать серьезнейший закон о партии. Чтобы потом не кувыркаться и не жалеть, что мы пошли не тем путем. Вот я оговорку эту делаю, чтобы потом ко мне претензий не было. У нас опыта этого нет. Мы страну из-за этого развалили, Советский Союз. Это же было на наших глазах. Вот чтобы это с Белоруссией не произошло. Резюмируя. Партийное строительство само по себе нехорошо и неплохо. Это сложный и дорогой механизм. Гораздо дороже для общества в целом, чем модель современная, когда за каждым решением, победой или провалом есть конкретный управленец. Ну и тормозить развитие партии государство не намерено. Это тоже чревато политическими взрывами. Остается прописать четкие правила, а партиям советуем уже сегодня искать народного признания, определяться с программами и заниматься реальными делами, чтобы не пропасть на этапе перерегистрации. Уходящая неделя стала знаковой еще в сегменте информационного строительства. В медиаполе новые кураторы. Президент провел ряд назначений. В итоге в стране новый министр и замглавы президентской администрации. Четкая стратегия в условиях информационной войны. Ни больше, ни меньше. Вот так Александр Лукашенко определил круг задач для новых управленцев. Впрочем, новичками в этом деле их можно назвать с большой натяжкой. За плечами у каждого руководящие посты, ключевые в медиа среде должности. Владимир Перцов, отныне министр информации, приходит в правительство с поста главы мира, международной и телерадиокомпании. У Игоря Луцкого, он теперь замглавы администрации президента, тоже внушительный послужной список. Белта, СТВ, Мининформ. Немало опыт позволит управленцам справиться и с мощным давлением извне, и с потоком деструктива в информационном поле. Когда речь о защите информационного суверенитета, нужен мощный ответ и надежные люди. Идет информационная война. Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния. И, конечно, каждого человека сейчас, который будет заниматься этим, ну, буду говорить, противодействием, ну, их немного, но подбираем уже, выкристаллизовывая из общества, из, наверное, тысяч человек одного. Вам обоим предстоит организовывать этот процесс. Вы, как человек, поработавший в Мининформе, можете многое посоветовать, подсказать. И где-то, может быть, и подключиться к каким-то вопросам. Без этого нельзя. А Владимир Борисович, как сильнейший у нас, один из ведущих политологов и журналистов и политиков, может подставить плечо в любое время в этой организационной структуре. Президент обновил и пул своих помощников в регионах, новые инспекторы в Минской и Гомельской областях. Александр Бутырев будет работать в центре. Николай Рогащук отправится изучать Южный регион. Александр Лукашенко ориентировал своих помощников решать насущные проблемы людей и держать руку на пульсе экономической жизни областей. Очевидно, будут развиваться предприятия, будет жить глубинка. Инвестпрограмма на этот год – то, на чем также сконцентрировано внимание местных властей и правительства в целом. Речь идет о новых социальных объектах – школах, детских садах и спортивных комплексах. План сверстан, и до конца года их должно открыться до пятидесятков. Большая стройка как раз стартовала со второго квартала финансирования из госказны. Быстрые трассы, удобные квартиры, арендное жилье и минская подземка. Третья ветка сейчас активно строится. Темпы не единожды рассматриваются на всех уровнях. На контроле и весь стройкомплекс в прошлом году отрасль показала прибыльные результаты, несмотря на то, что пандемия негативно сказалась на многих сферах. В планах на этот год также не менее 4 миллионов квадратных метров жилья, причем миллион с господдержкой. А это значит, что очередь для нуждающихся постепенно будет сокращаться. В приоритете, конечно, большие семьи. О том, как стартовал этот год, каким дорогам нужна реконструкция и будем ли привлекать к строительству арендных квартир частные компании. Главный эфир спросил у вице-премьера Анатолия Сивака, который курирует в правительстве эти вопросы. Анатолий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Первый квартал завершен, и за прошлый год хорошо у нас сработала строительная отрасль, был прирост по году. Вообще, вот по первому кварталу уже есть ли данные, как сработала эта отрасль, сколько построили? Наверное, главное еще волнует, все-таки сокращается ли у нас очередь для нуждающихся. Если говорить о вводе, то это плюсы к прошлому году. По общему вводу жилья, допустим, 112 процентов, миллион 70 тысяч квадратных метров. По вводу жилья для нуждающихся, это тоже 111,2 процента, это 270 тысяч квадратных метров жилья. Оцениваем, как очередь меняется, но мы ее оцениваем где-то вот таким пятилетними периодами. И вот прошлая пятилетка, которая завершилась, наша очередь по республике общая уменьшилась где-то на 12 процентов. Сегодня там в районе 630 тысяч человек. Если говорить в целом работа строительной отрасли, то цифры предварительные показывают, что это менее 100 процентов. Основная причина, которую мы у себя здесь понимаем, это перезапуск нового инвестиционного цикла. Изменение небольшое, но оно идет по направлениям. Программы подписаны, соответствующие государственные, и госинвестпрограмма подписана. Мы как раз-то проводим работу, чтобы то отставание, которое у нас наметилось в первом квартале, по общему строймонтажу, мы в первом полугодии преодолели. Конечно, жилье строят под хорошие, выгодные, долгие проценты, под хорошие процентные ставки. Сейчас кредиты выдают в основном по 240 указу, только вот не затормозит ли это, тоже не вносит ли это, скажем, лепту, может быть, негативную, строительный рынок, и не обострит ли это проблему с теми же долгостроями? Если говорить о кредитах, выгодных, так называемых, или субсидируемых кредитах, то все планы, которые у правительства сформулированы на этот год, они показывают, что они пока реальны, потому что если вот оценивать год жилья для нуждающихся, рассматривать цифры от года, это 25%, это почти что четвертая часть, то кредиты, которые запланированы на год, в этой части зарасходованы только на 19%, то есть пока мы видим, что наши планы, ну, реальные, они совпадают. У нас могут быть снова корректировки в течение года, ну, скажем, в сторону увеличения, это все зависит от работы экономики, это все зависит от возможности банковской системы. Что касается коммерческих кредитов, здесь ситуация регулируется общими макроэкономическими показателями, и в этой части, ну, застройщики на сегодняшний день, еще не до конца использовали второй элемент, это цены квадратного метра, да, то есть, потому что не только выгодные, как мы говорим, кредиты, но и цена покупки этого квадратного метра. Здесь вот этот баланс, конечно, сейчас еще не установлен, и этот процесс тоже отслеживается и будет соответствующим образом корректироваться. Одна из возможностей решения жилищного вопроса – это арендная квартира. я знаю, что обсуждалось, что можно привлекать или планируете привлекать именно коммерческих застройщиков строительства вот этих арендных квадратов, готовился же проект указа, вообще на какой-то стадии. У нас не до конца развито законодательство по строительству арендных домов, то есть, что в целом дом был, в нем находились только арендные квартиры, чтобы собственник этого дома ввел расчеты экономические, расчеты эффективности эксплуатации, это в целом по дому. Вот для этого создана рабочая группа, чтобы это законодательство поправить. И мы поставили себе планы в первом полугодии это сделать, чтобы бизнес заинтересовался вот этим строительством. Будете предлагать какие-то преференции таким застройщикам? Для такого дома не должны в какую-то сторону отличаться коммунальные услуги, потому что потребителям, в общем, коммунальных услуг будет юридическое лицо, а не физическое. Но это будет, оно как промежуточное звено, поэтому здесь необходимо все это оговорить, чтобы не навязывать дополнительные какие-то технические условия, чтобы экономика в последующем сложилась и окупаемость тоже в этом жилье получилась. Скорее всего, в этой части, а не какие-то там мифические преференции. Вот говоря про внутренние ресурсы, появилась информация, что Банк Развития 40 миллионов рублей отправляет на строительство Минской подземки. Вообще, как двигаются работы там в Минском метро, все ли станции будем в срок, отодвигаются, меняются ли графики? Это часть финансирования, но если быть откровенным, ну там у них, по-моему, 68 на сегодняшний день миллионов, значит, всего планом сформирован такой бюджет на эту стройку. Но я недавно этот вопрос рассматривал, я поручил все-таки городу поработать еще, потому что я считаю, что это недостаточно для этого года. То есть все-таки темпы строительства жилья рядом там со станциями, где необходимо тоже закончить инфраструктуру. И вообще, учитывая то, что часть линии эксплуатируется, эффект эксплуатации этого небольшого отрезка, он ниже, безусловно, если заработает вся линия, значит, здесь вопрос не закрыт, и я думаю, что эта цифра должна быть удвоена. То есть эти 68 миллионов, ну должно быть как минимум там 130-140 миллионов в этом году. Не только выделено, но и освоено. А какие источники финансирования видятся? Это, ну, безусловно, бюджет, может быть, его корректировка по каким-то периодам, по полугодию, это тоже возможно. А так кредитные ресурсы. Кредитные ресурсы есть, только вопрос цены этих ресурсов. В данном случае речь идет, в первую очередь, о кредитах в белорусских рублях. Какие еще инвестпроекты вы бы выделили в этом году? Можно говорить об этом году, но можно говорить и о пятилетке. Да, потому что идет начало, это не один год, это тоже и проектная работа. Если говорить о дорогах, я бы снова говорил о третьей дороге, потому что вот он в высокой степени готовности, и переговорный процесс там с кредитующим банком, тоже в высокой степени. Это восьмая дорога, участок от Орши до Витебска. Ну, это часть восьмой дороги. Если говорится 31-й дороги, то это от Бобруйска, туда Мозырь и граница с Украиной. Вот, я бы эти проекты выделил. Значит, у нас, безусловно, очень важный проект, который уже, по нему идет работа, предварительная пока первая дорога. Она уже требует определенных вложений. Достаточно крупный, может, самый крупный такой инвестпроект, который нам надо до конца привести расчет и определиться, то, что мы будем там делать. Вот в Беларуси большое внимание уделяется также реконструкции мостов. Это была сверстная программа. Вот есть ли планы вообще на этот год, может, на пятилетку? Время у нас как-то начала звучать цифры, что есть там на дорогах 24 мостовых сооружения, да? Но как-то остается за кадром то, что ежегодно, когда делаются сами дороги, то там же, безусловно, делаются все мосты. Если взять, вот, сказать, на пять лет у нас 24 есть, да? Но в дорогах 80. Поэтому эта вся программа, она остается, и она будет выполнена. Есть еще группа мостов, или, скорее всего, путепроводов, потому что они преобладают. Это то, что находится в городах. Там тоже сегодня где-то около 30 путепроводов основного. Они имеют потребность в оздоровлении, в замене, в ремонте. Спасибо вам большое. Строительная отрасль всегда в центре внимания. По этой теме часто проводят совещания и глава государства. Во время одного из таких разговоров в августе обсуждали, как повысить эффективность стекольной промышленности. Решили объединить производство. Ведь раньше такой опыт уже был, и он показал хороший результат. И вот уже больше месяца в Беларуси работает профильный холдинг. Компания получила контроль над пакетами акций «Белмедстекла», «Гомельстекла», «Немана» и «Гродненского завода». Задача за счет объединения активов под одной крышей улучшить финансовое положение предприятий. И создание холдинга здесь как новый импульс для каждого отдельного производства. В этом убедился и наш корреспондент Антон Малюта через призму хрустального «Немана» о работе всей отрасли. Работа стеклободувальщика напоминает скорее творческий полет художника. А здесь также важна роль первой скрипки – профессионала. Одно неверное движение и произведение искусства просто не получится. Опытная экспериментальная бригада в таком формате каждый день. А в момент съемки для нас настоящий эксклюзив – изделие по технологии венецианской нити. Новинка скоро в фирменных магазинах. Во-первых, это привлекательно для рынка. Во-вторых, это определенный ценовой фактор. Ну и это, опять же, показывает способность предприятия к новым видам, к развитию и интерес к чему-то, скажем так, неизведанному, чего не было ранее. Внедрение новинок – процесс постоянный, прямо скажем, нелегкий. Однако здесь стараются делать так, чтобы путь от эскиза до товара на прилавке был максимально быстрым. Коммуникация между художниками и производственниками налажена. Все понимают в приоритете покупателя и его предпочтения. Во времена дефицита хрусталя или стекла хрусталя лет 30-40 назад все, что не сделай, со свистом улетало на склады в продажу. Сегодня ситуация несколько иная. Сегодня диктует рынок. Поэтому мы всегда смотрим на бракетологов, чего люди хотят. Исходя из этого, создаем новые изделия. Да, сегодня предприятие живет в условиях рынка. Сначала, конечно, было нелегко. Об этом мы рассказывали несколько лет назад. Тогда главной проблемой, которая осталась от предыдущих управленцев, были складские запасы. И сейчас ситуация поменялась. Если брать по хрусталю, то он обеспечен заказами на 100%. И мы работаем исключительно по текущим заказам, что способствует распродавать остатки, хранящиеся на складе, и не накапливать, скажем так, не накапливать их за счет того, что работаем практически с колесами. Работа под клиента теперь как девиз. Одна из самых востребованных опций – лазерная гравировка на заказ. Ее проводят аж в четыре смены. В качестве убедились и мы. Ну а то, что помогло заводу открыть совершенно новые рынки – автоматизированный цех по выпуску стекловатый. Практически безотходное производство на выходе получает качественный утеплитель. И это ценят за рубежом. Рынок довольно широкий, объемный. Мы вышли на запад. Основно со странами Западной Европы мы работаем. Также и здесь, в Восточной Европе, ближнее зарубежье производим, продаем этот материал. Но все же главная гордость завода, конечно, тот самый знаменитый хрусталь. Здесь говорят, что мода на него постепенно возвращается. Ручной труд как конкурентное преимущество. Наше отличие завода Неман от многих мировых других заводов, где механизированное производство, и где делают, мы называем это просто дубовую посуду, некрасивую. Мы стараемся посуду вылизать и облизать до предела, чтобы это было действительно эстетично, чтобы человек поставил себе в бар, сервант, украшение. И это одна из причин, почему бренд в постоянном туристическом списке сувениров из Белоруссии. В эпоху закрытых границ изделия сами едут к покупателю за рубеж, открывая новые торговые маршруты. Несмотря на широкую представленность изделий из стекла и хрусталя, в 2020 году наши мастера разработали много новых коллекций. Коллекции разрабатывались под определенных заказчиков. Благодаря этому в 2021 году мы значительно расширили географию наших поставок. Так, в феврале этого года новые коллекции уехали во Францию и Кыргызстан. В марте Ливию и Египет. Апрель тоже не без побед. В адрес крупнейшего производителя и дистрибьютора алкогольной продукции Великобритании поступит несколько морских контейнеров изделий из хрусталя. Также заключен договор с новой китайской компанией. Теперь стоит задача укрепиться на рынке внутренним и донести до своих все преимущества нашей продукции перед импортной. В том числе для этого на нем они развивают промышленный туризм. Своими глазами увидеть весь процесс производства может каждый. Мы увидели прекрасные хрустальные композиции нашего белорусского завода. Увидели, как он изготавливается с самого первого, из песка посмотрели всю линию и увидели итог красивые изделия. Нам очень понравилось. Да. Здорово. Приезжайте, слушайте, смотрите, покупайте. Ну, конечно, не неманом единым. Новый стекольный холдинг это еще четыре завода. У каждого свои сложности, свои конкурентные преимущества и своя специализация. С этим сейчас знакомится и генеральный директор в должности всего полтора месяца. Но, учитывая большой стаж работы в отрасли, стратегия развития уже есть. Объединяя усилия, мы хотим в первую очередь повысить эффективность работы всех предприятий. Мы хотим повысить качество жизни людей, которые работают на этих предприятиях. Мы хотим повысить доходность стекольного бизнеса, активы, которого находятся в собственности Республики Беларусь. И главой государства поставлена такая задача. Мы приступили к ее исполнению. Какие могут быть некоторые проблемы сейчас в отрасли, которые предстоит решить в ближайшее время? Сейчас есть проблемы с человеческими ресурсами. Мы большое внимание уделяем тому, чтобы люди остались работать на предприятиях, а для этого они должны иметь хорошие условия труда и хорошую заработную плату. Пять стекольных заводов входит в наш холдинг. Их надо абсолютно все сохранить. Они все разные. Они производят разную продукцию. Эта продукция очень востребована для нашей экономики и очень большей экспортной возможности. Поэтому важнейшая задача сохранить все пять. Впереди большая работа. Каждый бренд сохранят, параллельно продвигая товарный знак белорусской стекольной компании. Особый акцент на клиентоориентированность. Ведь глобальный рынок избирателен и насыщен, поэтому требуют современного подхода. А с ним экспортные горизонты будут куда шире. О прозрачном будущем стекольной отрасли в главном эфире Антон Малюта, Андрей Градобоев и Владислав Лопатин. Продолжая тему экспортных горизонтов. Там одними из ключевых игроков являются дипломаты. Минск пересмотрит дип-представительство за рубежом. Никаких тайных смыслов или политических игр. Мир меняется и пришло время в очередной раз окинуть взором. Кто и как продвигает национальные интересы? Какова эффективность? Когда говорим об оптимизации наших загранучреждений, критерий по сути один – экономика. В первую очередь дипломаты должны всячески способствовать продвижению белорусского экспорта. Прошлый год стал испытанием на прочность не только власти, но и дипломатических кадров, которые должны действовать исключительно в интересах своей страны. Необходимо давать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. Ну и вообще зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные земные вопросы и проблемы. Как в политике, так и в экономике. На первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу. Мягко говоря, в таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой. В крайнем случае все интересующие вопросы мы можем обсуждать на площадках организаций объединенных наций, других международных организаций, Нью-Йорке, Женеве или в Вене. Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность. В целом, стратегия оптимизации, предложенная МИД, правительством, КГБ и администрацией президента одобрена, но конкретнее пройдутся еще летом, когда в Минске соберутся все наши послы на учебу. Каждый дипломат сможет рассказать о результатах работы, что касается «Перспектив», то прозвучало, что Беларусь может рассмотреть открытие новых загранучреждений в городах Китая, Вьетнама, Индии, Зимбабве, что важно в рамках имеющихся ресурсов и без доп. финансирования. Агентство теленовостей на неделе запустило новый проект, где каждую субботу будут обсуждаться самые острые темы недели. Темы, которые касаются каждого. Гостем первой программы стал как раз министр иностранных дел Владимир Макей. Кто и, главное, зачем пытается ответ официального Минска? Как в перспективе будут строиться отношения с западными соседями? И что у нас на южном направлении? Ответы уже доступны в полном формате на YouTube-канале агентства теленовостей. В главном эфире подробнее лишь пару важных фрагментов. Беларусь никогда не занималась деятельностью, направленной на подрыв наших отношений с другими государствами. И в первую очередь с соседями, заметил руководитель внешнеполитического ведомства. Однако наша страна вынуждена жестко реагировать на деструктивные шаги, которые предпринимаются в отношении белорусского государства со стороны западных соседей. Их политика не находит поддержки даже среди самих жителей этих стран. Даже в период холодной войны традиционная дипломатия играла свою роль. Все придерживались вот этих принципов традиционной дипломатии. Сейчас же наблюдается, на мой взгляд, абсолютный отход от этих принципов. То, что недавно российский политолог Федор Лукьянов назвал «триумфом языка без костей». Ну, представьте себе, один глава государства выдвигает против другого главы государства обвинения практически в преступлениях против человечества. Раньше это привело однозначно как минимум к вооруженному конфликту в отношениях между этими государствами. А сейчас получается так один бульдог пролаял, некоторые шавки протявкали в поддержку. И на этом все. Да, какие-то заявления последовали, но никто не несет ответственности за абсолютно лицемерные циничные действия и заявления. Для нас абсолютно неприемлемы те претензии, которые выдвигаются в наш адрес. Более того, они вредят развитию государства, государственности и вредят развитию и общества. Я вообще удивляюсь, наши партнеры пытаются задействовать здесь и национальный фактор, и культурный фактор. За любые ниточки, которые действуют, лишь бы убрать неугодный режим. Давайте не повторять ошибок прошлого. Режим крепок и силен, и он выстоит. И не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Попытки героизации нацистов и преступников Великой Отечественной войны представителями зарубежных организаций стали импульсом, чтобы пристально посмотреть на их цели и задачи в нашей стране. Выявлен ряд организаций, деятельность которых вызвала сомнение правоохранительных органов. Сейчас идет их проверка. Я вообще не понимаю, как кто-то мог додуматься до того, чтобы организовывать в нашей стране, которая потеряла треть своего населения во Второй мировой войне, подобное родо мероприятие, чествование, по их мнению, героев, которые у нас считаются преступниками и абсолютно обоснованно считаются преступниками. Понятно, что мы были тоже вынуждены принять решительные меры в ответ, попросить уехать несколько консульских сотрудников, которые участвовали в подобного рода мероприятиях. Сейчас, когда мы начали глубже заниматься этим вопросом, получили весьма интересные вещи. Более 500 различного рода фирм, фирмочек здесь, найдя лазейку в нашем законодательстве, занимались так называемой образовательной деятельностью, на самом деле, по тем шаблонам, правилам, которые абсолютно чужды нашему обществу. Поэтому, конечно же, мы вынуждены будем дальше изучать этот вопрос и принимать конкретные меры, связанные с наведением порядка в нашем законодательстве, с закрытием подобного рода лазеек. А наш МИД тем временем фиксирует увеличение количества заявок из западных стран на получение белорусского гражданства. Вот такой дипломатический поворот. Присмотримся к этому факту с актуального ракурса. В Беларуси сейчас живет порядка 300 тысяч поляков. В Гродно, например, каждый четвертый местный житель имеет польские корни. Среди них и мэр города, а еще руководители школы, реставраторы, индивидуальные предприниматели. Словом, было бы желание, а возможности для реализации идей найдутся. И никакого деления на свой или чужой. Как бы того не хотелось Варшаве, которая активно и меркантильно работает над внедрением в белорусское общество, кажется, только ей самой понятных западных ценностей. Не говоря уже про открытое вмешательство во внутренние дела Беларуси, перевозку людей в багажниках и поддержку экстремистских ресурсов, которые участвовали в попытке мятежа в пред и послевыборную кампанию. Говорить о геополитических играх и циничных поступках соседей можно долго, но мы решили отправиться в приграничье к простым людям и услышать их мнение. Наши белорусские поляки назовет их на неделе Александр Лукашенко. Съемочная группа главного эфира только что вернулась из города над Неманом, где пообщалась с поляками. И, кстати, тему польской школы тоже затронули. Анастасия Бенедесюк. «Белорус-поляку кто?» Те, кто будут смотреть наш репортаж, наверное, сразу обратят внимание на вот эту цветовую гамму. У нас же видят сейчас во всем подтекст. Неважно, что это, польский там флаг, не польский, вот бело-красный, это уже сразу что-то... Анастасия, там, значит, бело-красно-белое. Вот это. А это бело-красный. Это две большие разницы. О разнице, о цветах и полутонах, о том, как важно не только смотреть, но и видеть. Суть она не всегда за главными буквами и иногда нужно уметь читать между строк и об этом поляки в Гродно говорят открыто, даже слишком. Мы хотели организовать курсы польского языка, но педагоги, которым я обратился за помощью, они получили от консульства негласное такое указание, что не нужно идти в легитимный союз, не надо проводить. И это было, я считаю, некорректно. Запрещать изучать польский язык своим же полякам. Неугодным, потому что легитимным. И при этом прославлять поляков, которые сжигали белорусские дома и убивали белорусов на окраине Польши. И это все в наши дни в Брестской польской школе. Не резонирует? Это получается частная польская школа, которая получает финансирование из Польши. и, естественно, им нужно показывать, чем они занимаются, скажем так, отрабатывать эти деньги. И получилось, что получилось. А получилось, что тень пала не только на конкретную частную школу, а на все. В Гродинской области есть две средние школы, где изучают польский язык. И, кстати, процент ребят, которые окончили такое учреждение образования и уехали на этническую родину, невелик. Это скорее дань памяти корням традиции, то, что так близко нам, белорусам. До Польского Белостока отсюда каких-то 80 километров. Мы в уникальном месте. Это центр Гродно. Здесь белорусы, русские, украинцы, литовцы и поляки жмут друг другу руки гостеприимно, зовут друг друга в гости без какого-то там камня за пазухой. Раз в два года абсолютно все диаспоры. Выставляют здесь свои подворья. Фестиваль национальных культур собирает не просто друзей, а семью. И вот она, белорусская хлебосольная земля. И никаких там ущемлений. А это уже другой фестиваль Козюки 2021. Праздник ремесленников прошел в марте. 187 мастеров. Были и зарубежные гости среди организаторов Союз поляков. Но и здесь не без полутонов. Причем краски смешивают свои же. Мы несколько раз и не единожды уже приглашали эту представителей деструктивной группы за стол переговоров. Нам нечего делить полякам. Но получается, что им это невыгодно. Они получают финансирование с Польши, дотацию. И как бы альтернативно решили показать, что они тоже проводят фестиваль Казюки. Но не получили согласования в мэрии. И поэтому будут какие-то штрафы, будут наказания. Штрафы будут из чьего кармана платиться? Оплачиваться? С карманов польских простых людей. Потому что Польша все эти штрафы как бы оплачивает. На руководителя незарегистрированного в Беларуси Союза Поляков Анжелику Борис завели уголовное дело. Официальная Варшава усмотрела в этом ущемление прав национальных меньшинств. Почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда приступают к закону, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства гражданами, которого они являются. Не важно, кто они, поляки, белорусы, мы всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордимся межэтническим миром в своей стране. Так оно будет и всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Беларуси будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или с русскими. Многие поднимают вот этот польский вопрос, поляки, притеснения. Еще раз хочу повторить по руководству Польши. Да, у нас немало проживает поляков, но это наши поляки, их родина Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. И вот что о происходящем думают поляки. Наши поляки, это их правда. Мы в музее быта в Гродно. Януш Парулис знакомит с экспозицией. О каждом экспонате он может рассказывать часами. Здесь история не одного поколения. Все своими силами. Одну часть дома арендует на пенсию, а во второй живет с супругой. Она тоже этническая полька. Сейчас в ковид туристы не балуют визитами. В Гродно есть звездок поляков. Я ходил к консулу, чтобы он что-то помог. Но нифига. Вот такой консул от Буксенжик пришел мне туда один раз и принес мне бутылку зубровки. И то не самое лучшее, если на это пошло. А сам он историк, представляешь? Ему это все до феников. Вот музей наших краев, он же был тут консулом, понимаете? До этого был консул еще один, который сейчас в Петербурге накрался всеми делами, купил все места в Петербурге. Тоже историк. И хрен сюда присыл за извинением. Мне обидно за это. Когда говорят, что белорусы ущемляют права этнических поляков, это еще и поляки могут ущемлять. Ну да, чтобы вы знали. Это так и есть. Никакой помощи от них не получил. реставратор натура тонко чувствующая изменения настроений вокруг. И тут даже он без высокопарных слов. В том году слышал сам по телевидению 17 миллионов дали Бориш. 17 миллионов. А вы посмотрели бы на наше кладбище польское. Это третье по счету кладбище, самое историческое, самое красивое было. Первое это Львов. Второе Вильнюс Роса и у нас Гродно. А что сейчас там? Да, забора нету, где продыли все эти кресты железные вытягивают. 17 миллионов дали. Куда они делись? А она покупает себе туфли такие, знаете, радуги. И меняет эти самые, как сказать, футры, шубы. Вот. Вот денежки куда пошли. Речь идет о том, что грамотные поляки все понимают. Все понимают и естественно они переживают, переживают за нас, за легитимный союз поляков. Мы сотрудничаем и с Варшавой, и с Белостоком, и с Августовом, и с Элком. И это сотрудничество не просто на словах, это по-настоящему нормальное сотрудничество. Но сегодня под общую вот такую трактовку попали поляки и меня даже спрашивают, вас не арестовали, почему вы на свободе, там еще, еще, еще. Но что далеко ходить, вот самое приграничье Сапоцкин, городской поселок, живет абсолютно привычной жизнью. На улицах спокойно, во дворах чисто, люди при деле. И каждый, кто встречался нам на пути, на вопрос поляк, отвечал белорусский поляк. И 203, и брат в Польше проживает там. И что они, вот звонят вам, спрашивают, как тут в Беларуси дела, что отвечают? Когда-то вот, в какой при Союзе когда было, приезжали полякам все дундели, что мы голодные сидим. Они звонили нам, что вам прийти поесть? Приезжают к нам, когда приехали к нам, мы им кована зарезали, закусили, все есть, они такие болты выливают, а нам говорили вообще другое. А сейчас что им говорят? То же самое, что мы голодные сидим. А на жертвы пожалуйста, 50-500, хватает, хватает. На всех надо работать. И на поляков, если поедешь в Польшу, надо работать, правда, Витя? Да, так, Вот. Ты не будешь работать ни Тихановка, ни Бабарыка, никто бесплатно ничего не даст. Стоять не будем ждать, они сразу тебе на тысячи баксов ничего не делать, только ходи, все. Так? Так. Не верите в это? Нет. Я верю только, надо зарплата, деньги, жратва, работа. Только союз поляков, тот самый легитимный, кому-то неугодный, объединяет 4,5 тысячи поляков. Это по стране. В Гродно каждый четвертый имеет польские корни. Да что там, мэр города, этнический поляк. Люди понимают эту ситуацию и прекрасно понимают. Все поляки, проживающие здесь на территории Гродненщины, они могут сказать, что их здесь никто не гнобит и никто ничего не запрещает. Польская библиотека работает 30 лет. Я абсолютно политичный человек. Если мне комфортно, значит я живу. А здесь мне комфортно. Я здесь живу. Поддержка культурных традиций, образования и спорт. Казимир Знайдинский, председатель Гродненского союза поляков на Беларуси, он же директор местной школы Олимпийского резерва. Этнический поляк, который родился в Литве и всю жизнь в Беларуси. В прошлом один из лучших белорусских футбольных арбитров. Он и сегодня бегает, плавает, катается на велосипеде, дает в мастер-классы вот и нашей съемочной группе по настольному теннису. Спорт вне политики, тут у всех свои за и против, а вот цена победы. Есть такое понятие сотрудничать вместе, либо в частности вот спорт велосипедный, когда кто-то очень хочет выиграть, идут на всякие подковырки, вплоть до того, что на старте где-то шило могут пробить колесо, только чтобы убрать конкурента. Впрочем, есть и другое, и там, как в жизни, о спорт, ты мир, и пусть победит дружба. Об этом хорошо понимаешь у памятника Адаму Мицкевичу. Он призывал пожимать руки уже когда, и тут не нужен перевод. В главном эфире Анастасия Бенедесюк, Амзор Тужаев. Ну, вот такой материал, который не мешало бы посмотреть и высоким кругам Польши, и отдельным представителям блогосферы, и тем ресурсам, которые пытаются называть себя независимым СМИ. Следующий материал, к слову, тоже для них. Любители путешествовать по стране, искать самые бедные районы, низкую зарплату, в общем, исключительно негатив. В этом репортаже мы также останемся в регионах нашей страны, но посмотрим на жизнь там с другого, бытового ракурса. Многие населенные пункты, которые находятся на периферии, не уступают по инфраструктуре и созданным условиям для жизни крупным городам, и в стране над этим работают ежедневно. Повышают уровень медицинского обслуживания, создают условия для полноценного разнообразного отдыха, что особенно важно. Открываются новые предприятия, вместе с ними рабочие места, строится жилье. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Место для жизни» расскажем, как и чем живет Калинковичский район. Наверное, самой известной его достопримечательностью стала деревня Юровичи, где в свое время открыли древнейшую в Беларуси стоянку первобытного человека. 25 тысяч лет назад на этом месте кремнем и камнем добывали огонь. Сегодня активно заменяют газ на электричество, что помогает сэкономить немалые деньги как для района, так и для людей. Остается лишь добавить АЭС вам в помощь. Ксения Лебедева о перспективах и настоящем района на юго-востоке Беларуси. Калинковичский район находится на юго-востоке Беларуси. Местная экономика основывается на сельском хозяйстве и переработке его продукции. В целом, история края с событиями небогата. Ее определяют многочисленные войны. Важной вехой стало вхождение в состав Российской империи в 1793 году как результат второго раздела Речи Посполитой. Начался относительно мирный период, который сопровождался экономическим ростом. Этому способствовало и строительство полезских железных дорог в конце 19 века. Станция в Калинковичах стала узловой. Через нее прошли линии Санкт-Петербург, Одесса, Гомель, Брест. Доброжелатели из-за рубежа могут бесконечно рассказывать о том, как им не нравится белорусская АЭС, могут манипулировать безопасностью. Но АЭС сегодня это катонизатор развития регионов. Так, например, в Калинковичах уже активно занимаются электрификацией железной дороги, устанавливают в городе электрозарядки для автомобилей и самое главное строят жилье тоже с приставкой электро. Это первый у нас в районе дом, как мы его называем, электродом, где для нужд отопления, пищеприготовления, горячего водоснабжения полностью используется электричество. В пятиэтажках не так часто встречается лифт, но в этом доме есть. Это большой плюс. Если раньше люди старались крайние этажи не выбирать, верхние, потому что проблематично по лестнице, то в этом доме с распределением квартир никаких не было вопросов. Чем отличается электрический дом от обычного? Вы можете увидеть, что здесь нет ни котла для отопления, ни теплотрассы не подведены. В каждой комнате установлены конвекторы, к которым подведено электричество и за счет этого отапливается дом. Горячая вода стоит электрический бойлер для подогрева воды и будут установлены электрические плиты для пищеприготовления. Мы в основном жилье строим для многодетных семей, которые с помощью государства осуществляют строительство. пользуются спросом наших домов. 155 семей получат новое жилье? Да. Строительство в Калинковичах ведется активно. В ближайшие годы в городе вырастет квартал из многоквартирных электродомов. Всегда же вопрос возникает, сколько будет стоить отопление в подобных домах, потому что люди еще с этим не так часто сталкиваются. По вашим подсчетам, что это? Мы просчитывали по проекту максимальное потребление трехкомнатной квартиры тысячу киловатт. 37 рублей – это максимально. В зимнее время? В зимнее время трехкомнатная квартира. Газ мы просчитывали трехкомнатная квартира в 60 рублей. Почти в три раза дешевле? В три. За последние 10 лет в городе построили три квартала из многоквартирных домов. Активно развивается индивидуальное строительство. За этот же период калинковичане начали возводить более 500 частных домов. Сейчас на очереди для получения земли стоит порядка 130 желающих. Цифры говорят сами за себя. Да и строительство – показатель возможностей людей и желания остаться именно на этой земле. Вы живете в новом микрорайоне. Как вам здесь? Комфортно? Да, очень комфортно. А вы строили сами жилье либо получили? Субсидию. Государство нам выделило как мы за этой многодетной семье. Всего достаточно? Инфраструктура, детские садики? Да, садики, магазины. Все хватает, все. Детская школа. Очень довольная. Квартиру очень быстро построили в течение года. Эта мини-ТЭД заменила четыре станции, которые работали на газу. Несет тепло в более чем половину домов в Калинковичах. А еще вырабатывает электроэнергию. Частично ее используют на месте. Остальное продают. Сегодня эта мини-ТЭД работает на местных видах топлива. Насколько это сегодня выгодно? За 2020 год в связи с сводом данного объекта позволилось экономить 8,9 миллионов тонн газа. А сейчас сколько используется топливо и какое это топливо? На данный момент используются в основном щепа, местные виды топлива. Насколько меньше газа стало использоваться по сравнению с предыдущим периодом? Количество газа уменьшилось около в четыре раза. Одно из крупнейших предприятий района мясокомбинат. Здесь работает порядка тысячи человек. Что интересно, много династий и молодежи. У нас отдельно премиальная, хорошая зарплата. Меня устраивает. Общий стаж трудовой династии составляет около 100 лет. Как давно работаете на предприятии? Работаю на предприятии уже год и один месяц. Пал сюда по распределению после Могилевского государственного университета продовольствия. Выбрал это место сам. Посмотрел то, что мне выйдет по итогу в чистой зарплате и понял, что это место будет для меня. Здравствуйте! Какие сегодня существуют условия для работных предприятий? А то многие говорят, что белорусское предприятие загибается. Наше точно не загибается. Скажите немножко про социальные условия, про зарплату, если можно. Можно, почему нельзя. Зарплата у меня, как сказать, до полутора доходит. Социальные условия у нас отличные. Медицинская страховка, разные. Короче, полный соцпакет. Устраивает все. Как дела? Ладно вас видеть. Очень приятно с вами. встретиться. Куда сегодня продаете свой товар? За пределы Республики Беларусь продаем, скажем, и Казахстан, и Россия, Узбекистан, Таджикистан. Сегодня можно сказать, что узбекский плов готовится в том числе и с мясом из Калинковича. Да, из говядины мясо Калинковича. На сегодняшний день мы продаем туда, куда нам выгодно. В предприятии где-то 40-45% своей продукции продают на экспорт. Вот от своего объема производства. Конечно, хотелось бы 60%, но не хочется... 90%. Нет, 90% тогда потерян свой рынок, а свой рынок всегда надо, это свой дом. Его надо всегда держать. Ребята, вот у вас появилось новое покрытие. Вам нравится играть на таком поле? Да. А кто из вас вообще мечтает стать великим футболистом? Все. Все. Все, да. Внимание уделяют не просто спортивной подготовке, но и воспитанию спортсменов. Несколько лет назад здесь была натуральная трава. Когда играла команда во второй лиге у нас вертикаль, то есть игры проходили, скажем так, по колено в воде. То есть иногда приезжала команда, судьи даже отменяли. Сегодня эта проблема решена. Надеюсь, что какие-то новые звездочки у нас будут появляться. Электрические дома строите? А что касается перехода транспорта на электричество, как это вообще распространено в таком городе, как Калинкович? Да, есть у нас владельцы, у которых в личном пользовании имеются электромобили. И в 19-м году у нас была реконструкция автозаправочной станции. С вводом нашей атомной станции нужно, наверное, всем думать о переходе на более максимальное использование электричества. Ну вот, мы подъехали на нашу автозаправку. Давайте посмотрим, как выглядит. Давайте. Очень интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Белорусское телевидение. Я смотрю здесь Калинковичи в передовой район и все уже переходят на электромобили. Почему решили вот его подключить? Ну, громко сказано, что все переходят на электромобили. У нас в Калинковичах я только насчитал три электромобиля. Включаем. Процесс пошел. Да, процесс пошел. Комфорт езды, заправка дома. Каждый день выезжаешь с полным баком. Это очень удобно. Насколько экономно вот такое использование? Получается порядка шести рублей на сто километров. Виктор Иванович возглавляет местный совет депутатов и входит в группу, которая работает над обновлением Конституции. Как человек, тесно завязанный на коммуникации с людьми, знает общественное настроение, предложения и проблемы. Задали ему несколько актуальных вопросов. Но сегодня в том числе на диалоговых площадках шла речь о том, чтобы провести децентрализацию в республике. И этот пункт хотят внести уже в обновленную Конституцию. На ваш взгляд, в какой форме это может происходить в Беларуси? Мы 25 лет создавали республику для чего? Для того, чтобы просто каким-то решением перечеркнуть все 25 лет разговоры о децентрализации на данный момент на мой взгляд вести вообще преждевременно. Потому что мы разные, регионы по-разному эти 25 лет развивались, находятся в разных условиях. Возьмите чернобыльские регионы, возьмите пристоличные регионы, то есть возьмите регионы сельские. Разница колоссальная. Конечно. Ну и к чему мы придем, децентрализовав всю систему? К чему? Мы бросим регионы на самовыживание? Для чего? Поэтому я думаю, что вообще это об этом может быть когда-то и придет время об этом говорить, но крайне не сейчас. О чем сегодня люди говорят в районе? Чего им хочется? Каких перемен? Мы говорим сейчас о здоровых переменах. Больше всего хотят мира и спокойствия. На самом деле это проявляется. И я хочу сказать, что осенью, когда был пик протестов, был определенный даже испуг у большей части общества. А как будет завтра? А кто завтра придет? Общаясь на мехдворе одного из сельхозпредприятий с механизаторами, от одного из механизаторов я услышал вопрос скажите мы выстоим, все будет хорошо, мы сохраним то, что у нас есть в государстве. Я утвердительно сказал, да, конечно. этот человек вздохнул с облегчением и сказал всем все, хлопцы, идем работать. Так совпало, что в день нашего приезда в Калинковичах открыли кабинет компьютерной томографии. До этого калинковичане ездили в Гомель и другие города, чтобы пройти обследование. Такие кабинеты, как заявил министр здравоохранения, будут появляться не только в районах, где население превышает 50 тысяч, но и в меньших для повышения уровня оказания медицинской помощи и оперативности лечения. В районах больницы в Калинковичах оказывает достаточно широкий спектр оказания медицинской помощи. Не только терапевтической, но и хирургической направленности. Она работает как экстренная больница. И, конечно же, наличие компьютерного томографа является на данный момент таким хорошим стандартом нынешнего времени. Это первое. Второй компонент в настоящее время будет являться центром коллективного пользования, как минимум, для Житковича и Петрикова. И понятно, что, к сожалению, мы еще не вышли с вами из ковидной ситуации. Капитерная томография является золотым стандартом постановки диагностики данной патологии. Поэтому открытие сегодняшнего центра нельзя недооценивать и переоценить невозможно. А ты где живешь? С мамой. С мамой? Да. Проведешь нас? Хорошо. Ну, пойдем. В этом двухэтажном коттедже живет семья Воробьевых. У них трое своих детей и шестеро приемных. Но всех любят, и вас, вот на такое большое количество детей? Они же постоянно требуются тепло внимания. Они всегда рядом, они всегда что-то рассказывают. Со школы мы садимся, они всегда все расскажут. Знаешь, все. Они, да, перекрикивают друг друга, каждый хочет что-то сказать, каждый рассказать, но внимания как бы хватает. Особенно дети, которые хотят внимания, они всегда его получат в любой ситуации. На ваш взгляд, вот такие семьи, они важны для детей, у которых такие проблемы, которые попадают в детские дома, дом семейного типа как-то помогает им? Мне кажется, да, потому что если, например, дети так, в СПЦ еще что-то, там разные люди меняются. Здесь мы всегда вместе, всегда рядом. Можно изучить ребенка, может ему где-то подсказать, он мне, ну вот, подскажет, но мне кажется, это лучше. О том, как сегодня живет Калинковический район в главном эфире рассказали Ксения Лебедева и Алексей Правдиков. Вернемся к теме тяжелой даты, которая сегодня рефреном идет через нашу программу, да и через весь сегодняшний день. 11 апреля 2011-го навсегда останется в памяти белорусов как день всеобщей скорби. Ровно 10 лет прошло с момента страшной трагедии. В Минском метро в час пик прогремел взрыв. На станции Октябрьская погибли 15 человек. У входа в метро установлен памятный знак рекопамяти. На нем имена погибших. Сюда каждый год 11 апреля несут цветы их родные, близкие и простые белорусы. Как живут сегодня свидетели той ужасной трагедии. 11 апреля глазами очевидцев. Здесь не будет реконструкции событий, здесь не будет домыслов, попыток, как сегодня модно говорить, хайпануть на очередных версиях и расследованиях. Здесь будут лишь воспоминания из первых уст. Это был очень солнечный, теплый день. Я помню, встретила знакомого по дороге. Была такая уставшая, очень хотелось быстрее домой. Встретились, как-то разговорились, я вот думаю, может быть, это тоже был какой-то знак. А так получилось, что вскочила буквально в самый крайний вагон. Я в то время работала специальным корреспондентом отдела криминальных новостей АТН. И, как ни удивительно, но именно 11 апреля я заранее отпросилась руководителя уйти чуть-чуть пораньше. Но почему-то в полшестого я не ушла с работой. Я потом поняла, что, наверное, вот это все и, по сути, спасло. Потому что я не доехала до Октябрьской, наверное, две остановки. День после моего дня рождения, день, когда я разбирала поздравления и по такой совершенно дурацкой нелепой случайности отодвинула ответ конкретному одному человеку. Но попозже, на два часа ночи, уже 12 апреля. О том, что мы встретимся обязательно. Вот я сделаю все свои дела и завтра мы встретимся. 10 лет назад, 11 апреля, был обычный рабочий день. я заканчивала работу, мне позвонил мой начальник и сказал, что что-то случилось в метро и надо остаться на работе. 11 апреля, тогда, когда я видела его сообщение, читала, он еще был в онлайне. Вот. Но нам же кажется, что у нас много времени всегда. Мы все можем успеть. Никогда нельзя ничего откладывать, но потом никогда. подъезжаем к этой станции и вагон очень стало сильно трясти. Мне показалось, что вагон врезался как будто в другой поезд. Посмотри за окно, там все было в дыму как будто. помогали друг другу не паниковать. Хотелось быстрее выйти наверх. Люди стали вылетать, а так как я беременна была, то я сразу вспомнила, не мигу, как давят, не дадоб еще кулаком получить или каким-то локтем в живот. Было так страшно, ну, я про себя шла и считала. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, потому что я понимала, что ну как, я же не одна. Внутри, ну, у меня ребенок. Это было жутко, очень. Глаз видно было, только пол, и он был в крови. Здесь. Все были настроены на то, что вот надо что-то помочь. А когда стали приезжать машины, стали привозить пациентов и стали открываться двери, на каталках мы стали видеть пострадавших, в каком они были состоянии. Кто-то был в сознании, кто-то был без сознания, очень много жгутов, крови, осколки, рваные раны. Как? Непонятно у нас, какой взрыв, что там. Ну, правда, изначально были первые мысли о том, что какая-то техническая история, что-то там с поездом, ну, как-то вообще о том, что такое возможно, даже в мыслях не было. Лавочка, колонна. Я за колонной была. И получается, я не пострадала. Меня полностью закрыло все. Колонна меня спасла. Только когда я поднялась, ну, на эскалаторе и начала подниматься, я расплакалась. Еще плакать, так, ну, начало, горько. Шла, наверное, в каком-то состоянии аффекта. Я была в светлой куртке, я потом смотрю, что у меня, ну, не то, что она там черная, она там или красная, или рыжая, непонятного цвета. Мне какая-то кровь была там возле носа, люди помогали привести себя в порядок. И я в этом состоянии аффекта еще прошла просто по проспекту. Я иду прямо и пытаюсь сказать, где я, и не могу. Пытаюсь смотреть на дома, не получаю сказать. Сначала эмоции, это буквально пару секунд, а потом включился репортер. Мы бежали до Октябрьской. Огромное количество спецмашин, спасатели, скорая, люди, кровь и дым. Вот из перехода дым. Ничего не понятно, связь плохая. Я просто спустилась вниз, но там все в дыму. И говорят, все, куда, нельзя, никакое. Я говорю, я журналист, мне надо. Для тех, кто был рядом со мной, для моей семьи, это был настоящий тоже шок. Помню, мне помогали снимать верхнюю одежду и прямо из волос, из прически доставали такие огромные куски стекла. Было очень много скорых. Было очень большое количество машин. Такого никто не ожидал. и было ощущение, что они не кончаются. Смотришь на это все и, ну, честно, это, знаете, как фильм-катастрофа. Осознание пришло, произошедшего, на самом деле, наверное, спустя на сутки. Спустя сутки, когда мы наконец-то смогли пойти домой хотя бы принять душ, здесь работали все и никто на время не смотрел. В нашей больнице периодически проходят учения. Проходят учения по гражданской обороне и примерный порядок действий персонал знал. Но то, что видели мы, с таким вот вживым мы не встречались никогда. Октябрьская залез по второму пути. Я нольстил, я внесу, какая-то информация, какая надо. Здесь скорая свободная. Мам, почему ты не отвечаешь? Не бери скорость, не бери пострадавших. Мам, мам, Люда, не звони, мамочка, мамочка, перезвони, пожалуйста, мам. Около 80 человек. У меня два пострадавших с ногами. Поняла, что во мне ребенок не шевелится. То есть, это был такой срок, получается, 26 недель, когда оно так вот болтыхается, болтыхается, и тут все, нет движения. Люди приезжали с работы, кто был в отпуске, кто был на отдыхе. Люди отрабатывали рабочую смену, и можно было идти домой отдыхать, они не уходили, не оставались, потому что нужны были руки. И это было довольно-таки много дней. И утром, и днем, и вечером это был поток оказания помощи. Были несколько историй, когда люди не ездили в метро, не пользовались, это был не их транспорт, но в тот вечер они почему-то в это время спустились в метро. Вот это очень сложно понять, и это очень сложно принять, и в первую честь близким, которые даже не подозревали, что их родной человек может быть там. Я просто сошла в интернет и начала смотреть списки, но честно, не было сознания, были какие-то шоковые состояния, были слезы, но не было сознания. А сознание перешло как раз здесь. Когда слышишь стук земли крышку гроба, простите. Вот она дня два не шевелилась, наверное, а потом только начала обратно. Объяснили, что ребенок замер от выброса адреналина. У нас был мальчик, который потерял обе ноги и вызвало особое эмоции, особое сочувствие, то, что он перед тем, как случилось, ему приснился сон, как он рассказывал. И когда он пришел в себя, и мы боялись ему это сказать, а он как-то очень оптимистично все это воспринял, говорит, я все знаю, я знаю, что у меня такая судьба. просто ощущение, что человек куда-то уехал. Ну, не верится, не знаю, не верится, потому что ровесники, потому что человек был в онлайне. И казалось, что все еще впереди. Следующий день был еще тяжелее, потому что начали появляться фейки, взрывы в автобусах. Помимо того, что мы работали по факту взрыва, очень много людей работало еще на то, чтобы опровергать вот эти фейки. Эти даты, я до сих пор их боюсь, вот правда. Дмитрий, октябрьская, честно, я до сих пор вот я игнорирую этот переход как угодно, просто. Я не могу там ходить. Забыть это невозможно. Я думаю, что все, кто тогда пережил это каким-то образом с какой-то стороны, все люди это помнят. Страх потерять ребенка это самое страшное. Летом Эмиле будет 10 лет. Очень активная девочка, очень много разговаривает, великолепно рисует. Рисует так, как взрослые не рисуют. Очень приятно, что ему удалось вернуться к обычной жизни и надеюсь, что какие-то такие негативные моменты забылись у них. Точно так же, как забылись у меня, потому что я себя не считаю пострадавшей, наверное, даже больше очевидцем. Если тебе дается второй шанс, по сути, твой второй день рождения, то нужно понимать, жизнь продолжается. Да, после такого репортажа просто холод пробирает, когда понимаешь, что сегодня некоторым политическим борцам, засевшим на Западе, плевать на жизни и судьбы людей. Пример тому предотвращенные попытки терактов в Минске и Печах совсем недавно. С этим цинизмом, похоже, стоит смириться, в том плане, что безопасности и на границах и внутри страны, как и прежде, нужно уделять особое внимание. Хватит нам этой апрельской скорбной даты с приставкой теракт. В развитие темы наша традиционная рубрика «Светлые лица протеста». Продолжаем знакомить вас с теми, кто выходил на улицы под красивыми лозунгами про права, свободу и равенство, а занимался до отвращения некрасивыми вещами. Провоцировал и нападал на правоохранителей, журналистов и простых белорусов, которые не поддержали намерение беломайданщиков устроить госпереворот. Осень 2020-го в этом смысле показательный момент. Несанкционированные акции потеряли в числе участников, но зато остались как раз те, кто изначально был нацелен на экстремистские методы. Неудивительно, что подавляющее большинство из этой категории оказались людьми с судимостями. Они часто нарушали закон еще до событий августа. Разведен. Есть ребенок. Судим за хулиганство. Мне отбыл наказание, которое дали по статье 206 грабеж. Сначала они выли, что госсми не показывают их хождение по городу. А когда журналисты телеканалов стали освещать эту активность прямо из толпы, в них полетели удары из-под тишка, краска и плевки. Шел в шествие и плюнул в человека о том, как узнал того корреспондента. Прославившийся как верблюд Алексей Радына показал животное поведение на позиционных митингах не просто допускается, но и приветствуется. Его поступок собрал улыбки одобрения его соратников по улице. После отбывания наказания продолжил участвовать в митингах. 25-го часа участвовал в митинге, плюнул корреспонденту в лицо. После чего был задержан, доставлен в РУВД, после чего дали 40 суток административного ареста. Насилие, хулиганство, тяжкие телесные повреждения таков Алексей Радына. Стоит ли удивляться, что незаконный митинг стал для него очередным способом проявить свои худшие человеческие качества. За период отбытия осознал, что лучше на свободе чем в камере. Понял, что вхождение на митинге не стоит того, чтобы часть времени тратить на отбывание наказания, скажем так, на лишение свободы, ограничение свободы, так это называется. Советую молодым людям задуматься о себе, не ходить на такие мероприятия. Алексей, а плевал-то зачем? Что заставило в 35 лет верблюжонкам стать-то? Ну, глупость была идея. Глупость. Глупость? Осознаете? Полностью. Хочу просить прощения у человека, которого плюнул. Впрочем, говорят, Горбатого могилы исправит. Надеемся, что это не про вас, Алексей. 6 декабря около магазина Санта бывший Брест был задержан сотрудниками ОМОНа за участие в десанкционированном митинге. Вот Артем Волкович 10 раз привлекался по линии ГАИ, любит садиться за руль пьяным. Есть статьи за мелкое хулиганство и кражи. Уголовный ответственность привлекался в 2008 году в статье 206 грабеж. в 2010 году не отбыл наказание, которое дали по статье 206 грабеж ограничение свободы и чем нарушил режим содержания. Вот интересно, когда такие люди выходят на улицу и оказываются на незаконном митинге с требованием свободы. Это значит, что они требуют еще большей свободы? То есть свободы совершать преступления? Не перестаем убеждаться, что те события станут, да и уже стали полем для большой работы психологов и других экспертов, изучающих поведение. Проблема действительно глубокая, и сейчас мы поближе рассмотрим один из аспектов. Речь о БЧБ-символике, которую многие воздвигли на Олимп перемен и радостно используют где ни попадя. Не понимая ни истории, ни значения, ни откровенных парадоксов и кощунства перед теми, кто жил, сражался и погибал за родную белорусскую землю. Почему узники концлагерей вновь становятся жертвами идейных потомков своих мучителей и убийц, а те, кто говорит о построении свободного общества, навязывают ему лагерную психологию? Об этом очередной выпуск программы «Площадка». Здравствуйте! Максим Осипов приветствует вас. А поговорить хочу о грустном прошлом, активно стучащем в ворота будущего. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечает мир 11 апреля. Но страшная память войны сегодня для некоторых лишь повод для циничных действий. Безумную акцию наших оппозиционеров 2017-го в Освенцове мы уже вспоминали. Но дикие пляски на костях гремят и на нашей земле. В декабре 2020-го некий БЧБ-хор исполнил гимн молитву Могутны Божия в мемориале Яма. Гимн на минуточку написанный женой одного из руководителей коллаборантов в оккупированном Минске. Причем пока муж курировал работу полицая и участвовал в разгроме Минского гетто, жена поэтесса трудилась в газетах, добивавшихся окончательного решения еврейского вопроса. Исполнять песню, написанную антисемиткой, да под БЧБ-флагом, с которым уничтожали гетто, на ступенях ямы мемориала погибшим евреям. Не дно ли это? А явиться в те же дни мемориальный комплекс Тростенец, где уничтожали и наших, и западных иудеев с тем же БЧБ-флагом, не дно ли вдвойне? И возмущаться потом в сетях тем, что патриоты растоптали этот флаг, полосатый спутник нацистской свастики. А позировать с тем же флагом у Вечного Огня у Обелиска Победы, как это назвать? Но знаете, что самое страшное? Цинично поплевывая в память жертв концлагерей, невероятно активно тянут именно лагерную психологию в нашу жизнь. Как еще можно объехать ту заочную травлю, с которой обрушились на законопослушную гражданку из Ушальского района, бдительность которой позволила задержать недавнего дезертира, самовольно покинувшего военное учение, на армейском автомобиле и с автоматом. Я не знаю, что побудило этого солдата на такой шаг. Но упрекать нашу соотечественницу в помощи милиции очередной пик демагогии и цинизма. Попахивает лагерной психологией и заметная романтизация тюрем и их обитателей. Преступление и восхваление написал бы сегодня классик. Анархисты и экстремисты, любители переобуться в воздухе и прокатиться в багажнике. Почитатели всевозможных коктейлей от водочных до молотова настойчиво преподносятся героями. А фейкометчики на уме с ней. До чего далеко ходить, если лично мне лет пять назад одна из независимых журналисток на белорусско-шведском семинаре в Минском центре Айбиби бросила фразу, поставившую в тупик даже невозмутимых шведов. Как вы смеете называться журналистом, если вы ни разу не сидели? Кстати, она права, не сидела. Но убежден, что журналисты кормят ноги и голова, а не западные гранты, фонды и кукловоды или дни и годы отсида. Но вернусь к началу, к одню узнеков концлагерей. Не было и нет сомнений, что и этот воскресный день для невероятных лишь повод для рыскания по дворам и фотографирование с БЧБ-флагом, под которым уничтожали невинных людей. Для меня же это повод быть далеко от дома, на месте одного из самых бесчеловечных лагерей. Не по работе, и за свой счет по долгу памяти поклониться тем, кому просто не повезло со временем и попросить прощения у них за современников, пытающихся то время и ту символику снова выставить на педистан. Мы уже говорили о том, что мировое сообщество сегодня вспоминает тех, кто на себе испытал жернова нацистской концентрационной системы. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. На оккупированной территории Беларуси за годы Великой Отечественной нацистами было создано 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Гетто, шталаги, пересыльные лагеря действовали практически в каждом районе. В Минске находился один из крупнейших в Европе лагерей смерти – Тростенец, где было убито более 200 тысяч человек. В Беларуси действовали порядка полутора десятков детских лагерей для забора крови. Жертвами нацистских преступлений стали несколько миллионов человек. Белорусская история адской нацистской системы в репортаже Елены Бормотовой. Комплекс бывшего лагеря для советских военнопленных шталаг 352. До наших дней дошли столовая, лагерный лазарет, бани и гаражи. Сохранилась оригинальная трассировка улиц. Это был крупнейший на оккупированной территории Беларуси лагерь для военнопленных. Зона была обнесена несколькими рядами колючей проволоки. По периметру находились сторожевые вышки. Внешняя охрана лагеря включала 15 постов, внутренние – 29. Шталаг состоял из двух частей – городского и лесного лагеря. Последние, летом 41-го, разместили на месте бывшего военного городка возле деревни Масюковщина. Сегодня это городская черта Минска. 21 деревянная казарма была рассчитана на 9 тысяч человек. Здесь же находились больше 100 тысяч военнопленных. Поэтому 80% пленных были просто под открытым небом. У людей забирали сапоги, взамен выдавали деревянную обувь, которая больше напоминала кандалы. Большинство узников – те, кто попали в плен в первые недели войны. На пространстве от Белостока до Минска таких было 300 тысяч. В шталаг отправили 140 тысяч человек. После визита Гиммлера в августе 41-го узникам урезают паёк. Начинается эпидемия Тифа. Самый тяжёлый период – суровая зима 41-42-го годов. Солдаты в летней одежде. У многих нет даже гимнастёрок. Стоны статтысячной толпы доносятся до Минска. Скудное питание, если можно вообще говорить о питании, практически никакого медицинского помощи. И всё это приводилось к огромной смертности заключённых. За осень, зиму 41-го и начало 42-го года в лагере в Масюковщине погибло 55 тысяч человек. Фрагменты истропильной системы одного из бараков шталака 352. Пленные солдаты оставляли краткие сведения о себе. Сегодня это экспонаты музея, открытого при храме воздвижения Креста Господня. Здесь же личные вещи заключённых, найденные при раскопках. Надписи на досках барака и заполненные медальоны позволяют выйти на родственников узников, ведь многие и сегодня считаются пропавшими без вести. Понимая, что, скорее всего, они из лагеря не выйдут, оставится себе хоть какой-то след, какую-то память, ну и понимание ещё было такое неприятное, что вот кроме как с товарищами по несчастью и вот этими балками бараков, они своей болью и поделиться то ни с кем не смогут. Сколько людей прошло через талак, за всё время существования неизвестно. Есть только одна цифра погибших. 80 тысяч человек. Известны имена лишь 9 тысяч, и это благодаря таким же военнопленным, которые работали в лазарете и записывали фамилии умерших. Их хоронили в карьере возле деревни Клинище. В 64-м здесь появился мемориал. Малоизвестный факт, но с геноцидом наш народ столкнулся ещё в 30-х, когда по личному распоряжению главы Речи Посполитой на оккупированной территории Беларуси в городе Берёза-Картусская в 34-м году был создан первый концлагерь. Первый комендант лагеря, он так характеризовал своё детище, что с нашего лагеря можно выйти на собственные похороны или в дом умалишённых. Узников разместили в бывших казармах императорской армии. Заключённые находились под усиленной охраной. На четвёрых человек один полицейский по периметру лагеря бойницы с пулемётчиком. Колючая проволока была под напряжением. Даже передвигаться по лагерю медленно не разрешалось. Там постоянно применялись самые защённые пытки, в том числе и, скажем, передвижение прыжками по территории лагеря и передвижение так называемым «утиным шагом». Ну, это известные моменты. Количество заключённых за годы существования варьировалось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Наибольший наплыв узников конец 1938-1939 год. В Берёзу массово начинают свозить жителей Западной Беларуси, включая женщин. Решение судьи о направлении заключённого в Берёзу Картуску обжалованию не подлежало. Узники работали шесть дней в неделю, но самым страшным днём было воскресенье. Практически сутки люди стояли по стойке смирно. Кто не выдерживал, отправляли в карцер. Заключённых гоняли на полевые работы. Что это значило? Это просто человека впрягали в борону, и вот он тягал эту борону по полю. Или заставляли копать ямы. Ты яму копаешь, потом ты же эту яму и должен закопать. Опыт существования Берёзокартовского лагеря потом широко изучался, и в Германии он изучался, и что-то в Германии даже было применено из-за этого опыта Берёзокартовского лагеря. Нацисты оттачивали своё мастерство уже в сороковых, только в Беларуси было создано 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Самый крупный на территории Советского Союза и крупнейший в Европе тростинец. Здесь уничтожили 206,5 тысяч человек. Фотографии чрезвычайной государственной комиссии, которая работала на месте лагеря в июле 44-го и сегодня являются теми документальными свидетельствами, которые невозможно оспорить. Нам, конечно, нужно принимать решения и вносить изменения и в Конституцию Республики Беларусь, и в законодательные акты о недопустимости героизации нацизма. Потому что действительно проходят годы и оно, возможно, стирается из памяти. Но когда оно будет закреплено в Конституции, то, соответственно, и работа, и наследие, и все-все наши мероприятия будут выстроены так, чтобы этого не допустить и сохранить эту историю. В эти дни по всей стране проходят акции «Неугасима память поколений». В местах, где в годы оккупации фашисты создавали лагеря смерти, собираются люди, чтобы вспомнить каждого, кто навсегда остался в белорусской земле. Вместе со школьниками те, кто сам прошел ужасы нацистских лагерей. Плакать хочется, не только плакать, а кричать. Пилили брюм, да лесополан это и было. А потом эти брюм накатали, накатывали. Как это, песня есть такая, «Юмлянка в три наката». Бомбу, бежище еще, мы оборону немцам строили. Школьники, которым сегодня столько же лет, сколько было бывшим узником лагерей смерти, вместе высаживают аллеи памяти, вспоминая десятки тысяч соотечественников, которые не дожили до победы. За этой цифрой десятки тысяч несозданных семей и нерожденных детей. В Красный берег нацисты пришли через две недели после начала Великой Отечественной войны. Деревня была оккупирована 5 июля 41-го. Бывшая магнатская усадьба стала госпиталем для солдат вермахта. А медицинскому учреждению требовалась донорская кровь. Летом 44-го рядом с госпиталем на территории учебного хозяйства нацисты создают пересыльный пункт для детей. В Красном береге оккупационные власти создают два лагеря для взрослых и детей. Детский официально не имел статуса концлагеря. Согласно документам это был пересыльно-накопительный пункт. Он существовал всего несколько недель в июне 44-го. Не хватало собственно крови и все иные источники были исчерпаны. Поэтому они нашли вот это решение. То есть вспомнили про детей и здесь они просто в принудительном порядке проводили облавы. То есть окружали населенный пункт и просто выуживали всех, кто подходил по параметрам. Потом они делали анализ. Вот та кровь, которая значит они выявляли нет ли каких-то побочных заболеваний и так далее. Если все в порядке в общем-то и так сказать тогда использовали. Детей привозили из ближайших районов Жлобинского, Добрыжского, Рогачевского, Чечерского. Их селили в бараках рядом с госпиталем. Отдельно девочек, отдельно мальчиков. Нацисты следили за здоровьем своих жертв. Дети проходили медосмотр. Больные нацистам были не нужны. Стояла деревянная перегородка. Вдоль перегородки табуретки. А сверху была ширма. Ширма с прорезью. Ребеночек садясь на табуретку в прорезь просовывал ручку. Немецкие врачи делали забор крови. Таким образом ребенок не пугался. А немцы получали кровь для определения состояния здоровья ребенка. В госпитале была создана специальная лаборатория. Небольшая комната, где проходили исследования по состоянию здоровья детей и выявлению их группы крови. серифицирована под эпоху ее строительства 19 века. Там, где проходили заборы крови, бильярдный зал. Обязательным условием для донорства был детский возраст от 8 до 14 лет. Почему? Потому что в этом возрасте идет бурное гормональное развитие. То есть целебная кровь и солдаты быстрее поправлялись. На территории Беларуси нацисты создали примерно полтора десятка лагерей, где у детей брали кровь для солдат вермахта. Мемориалом стал лишь Красный берег. Единственный на постсоветском пространстве. О белорусской главе нацистских преступлений в главном эфире Елена Бормотова, Виталий Дешкевич и Виктор Борисов. Факты уничтожения белорусского народа и попытки лишения его всякого права на независимую жизнь как бы кто ни пытался не удалить. Каждый вспоминает со страхом и старается не допустить подобного. Потому акции, где все чаще говорят о мире и единстве, становится все больше. Причем инициатива исходит не только от представителей власти, общественных объединений, а от простых и, главное, неравнодушных людей. Несколько недель назад всю страну объединила всебелорусская молитва в память о жертвах Хатыни. Ее прямая трансляция по белорусскому радио впечатлила тысячи слушателей. И просьбы не прекращать молитву за считанные дни пришли в сотнях писем на Красную Четыре. Причин много. Люди старшего возраста опасающиеся пандемии не могут посещать храмы и присутствовать на службах. А слышать проповеди от священников и аксионзов очень важно. Да и молитва за мир действительно сильнее, когда ее одновременно произносят тысячи искренне верующих. И уже сегодня ранним утром белорусы разных конфессий молились фактически на одной волне. Идеи слушателей реализовал первый национальный канал белорусского радио. Его утренний эфир стал на полтора часа своеобразной христианской площадкой для проповедей. Впервые молебен стал межконфессиональным. В 7.30 утра с библейским сюжетом выступили представители православной церкви. Обращение к народу Белоруссии о мире единстве прозвучало от митрополита Вениамина. Эстафету принял прямой эфир от католиков. Воскресная проповедь от Минско-Могилевской архидеоцезии. Люди выражают свою озабоченность тем, как пытаются нашей стране расколоть общество. И очень много писем к нам пришло от верующих людей. И люди высказываются за то, что для них очень важно сейчас объединиться вместе в единой молитве для того, чтобы обратиться к Всевышнему и все-таки преодолеть все вот эти попытки раскола. Мы ввели подготовку к этой акции в течение продолжительного времени. Нам нужно было согласовать очень многие моменты, потому что и технологически это достаточно сложно. Ну и плюс ко всему нам нужно было найти эфирное время. И мы выбрали как раз вот как такой период между Пасхами католической и православной. Такая общеконфессиональная молитва дистанционна и на слух. Акция, конечно, не одноразовая. В будущем, кроме католиков и православных, в молебне объединят заветы иудеев и мусульман. Действующим лицам следующего материала понятия духовности едва ли знакомы. Продолжаем главный эфир важной информации о финансовой грамотности. Более 21 миллиона рублей вытянули за прошлый год кибермошенники из кошелька или со счетов доверчивых белорусов. На протяжении последних нескольких лет банки и правоохранители наблюдают стремительный рост преступлений в сфере высоких технологий. Тема не осталась без внимания и главы государства. Соответствующим структурам поручено выработать комплекс мер по противодействию махинациям подобного рода и защите белорусов, которых буквально атакуют злоумышленники. Как правило, неизвестные представляются сотрудниками банков или пишут от имени покупателей на сайте объявлений, выманивая у владельцев платежных карт реквизиты или присылают поддельные документы якобы необходимости переоформления депозита. Как действуют виртуальные воры и что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников? Эти вопросы Владимир Королев задавал пострадавшим правоохранителям и представителям банков. На протяжении многих десятилетий самой распространенной статьей, по которой возбуждались уголовные дела, была кража, тайное хищение. Судя по всему, в этом году антилидер сменился. Каждое четвертое преступление теперь тоже кража, однако совершенное с использованием компьютерной техники, с приходом цифровой революции и преступники перешли в интернет. Звонок по Вайберу стоил жителю Минского района 15 тысяч рублей. Неизвестные представились сотрудниками банка, рассказав, что мошенники пытаются списать с его счета деньги. Вы переводили сами деньги? Нет, я уже не переводил, конечно. А она по Вайберу звонила. Передайте. Ну, напишите, что вы не переводили деньги. Ну, и укажите это четыре цифры, четыре колонки цифр там эти, что вы с этой карточки не переводили. У вас еще есть карточки? Я говорю, ну, есть. А с тех карточки вы не переводили? Я говорю, нет, не переводил. Ну, тогда тоже пришлите нам. После этого с карточка потерпевшего было похищено более 15 тысяч рублей. По данному факту минским районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело. Чаще всего страдают жители столицы. В марте учительница из Минска продала квартиру. 90 тысяч долларов положила на карту. Мошенники убедили преподавателя установить приложение, с помощью которого они похитили все деньги. И такие звонки поступают тысячам белорусов. Подкупает не только имитация звонка из холл-центра. Аферисты используют программы для смены номера. Зная местоположение клиента звонят якобы из той же страны. А банк какой? Беларусьбанк. Чего вы звоните с российского номера? Хватит уже мозги компассировать белоруссию. У нас девушка на объявление попросила передать ей посредством куфродостатки. Она мне скинула ссылку в вайбер и перейдя по этой ссылке мне потребовали данные карточки. Еще один популярный вид мошенничества кража денег. У пользователей сайта частных объявлений. Продавая ноутбук, этот парень потерял все средства, когда перешел на сайт, который идентичен торговой площадке. Не заметив подмены, он ввел реквизиты карты. Вместо того, чтобы получить деньги за ноутбук, лишился их. Он тут же пишет «Все, я оплатил». Интересно, как это он оплатил, то есть какая-то ссылка, куфар по истории, продукт и все дела. Давайте перейдем по ссылке и увидим, что происходит. Обратите внимание, на поддельном сайте точная копия объявления пользователя. Большинство это и подкупало. Даже информация, фотографии, номер телефона. Хотя сам адрес сайта уже другой. Нажимая «Получить средство» на поддельном ресурсе просят ввести номер карты и трехзначный код для ее проверки. Но ведь он нужен при получении денег. Для перевода обычно достаточно номер карты и все. В крайнем случае еще фамилия и срок действия. Этот код не спрашивает никогда. Меня это насторожило. Возвращаемся обратно, начинаем смотреть. Заходим, открываем, смотрим, какие контакты и смотрим, что у него номер не плюс 375, а плюс 372 и потом пятерочка. Это туристические сим-карты, зарегистрированные в Эстонии. они «но-нейм», то есть не закреплены ни за кем, то есть невозможно вычислить, кто за этим человеком стоит. Это проблема не только в Беларуси. У нас это проблема номер один. У россиян, скажем так, тоже это весьма развито. Не так давно компания «Вайбер» реализовала возможность отключить получение звонков от неизвестных номеров. Таким образом можно защитить себя от звонков телефонных мошенников, которые используют непосредственно «Вайбер». Кому-то со стороны покажется, что таким аферам сложно поверить, но ежедневно в милицию поступают десятки заявлений от пострадавших. Национальным банком разрабатывается нормативный правовой акт, который направлен на усиление противодействия кибермошенничеству, усиление противодействия мошенничеству с использованием банковских платежных карточек. То есть он будет наделять, скажем так, определенными правами банки для принятия решений в оперативном порядке. МВД предлагает не только повышать цифровую грамотность населения, но и банки сделать умнее, внедряя антифроты. Это системы, анализирующие транзакции. В случае подозрительных операций автоматически блокируют их. Технологии фрот-мониторинга применяют ведущие банки мира. Позволят в должной степени отследить подозрительные транзакции операций, внедрение в банковскую систему вредоносного кода, несанкционированный доступ к банковской компьютерной информации со стороны злоумышленников, предвидеть ее и, соответственно, противодействовать для того, чтобы обезопасить весь банковский финансовый сектор. Следователи обращают внимание на недостаточность законодательной базы для борьбы с киберпреступниками. Только за два месяца этого года было возбуждено более 4 тысяч уголовных дел. Ущерб от кибермошенников составил свыше 5 миллионов рублей. На следующей неделе вступят поправки, которые расширят полномочия ведомства. С 14 апреля текущего года вступают в силу изменения в уголовно-правовое законодательство, в котором реализованы в том числе инициативы Следственного комитета, направленные в первую очередь на фиксацию электронных следов преступлений. Реализованы такие инициативы, как наложение ареста на криптовалюту, фиксация следов компьютерных преступлений до возбуждения уголовного дела, а также изъятие электронных доказательств в ходе проведения выемки и обыска. Помните, сотрудники банков никогда не будут звонить клиенту, чтобы выяснить сведения о карте или банкинге. Эти данные финучреждение знает. Заподозрили неладное, сами позвоните или придите в банк. А еще относитесь к карте, как к паспорту и чаще читайте рассылку вашего банка. Там рассказывают о важных вещах. В главном эфире о кибермошенничестве и безопасности в сети говорили Владимир Королев, Иван Мартынович и Григорий Криштофович. Глобальная цензура в глобальной сети. Как управляют умами и блокируют за взгляды в политике? Что такое виртуальный суд и цифровой импичмент? И почему у корпораций невозможно выиграть в суде? Удаление контента, узурпация свободы и произвол американских цифровых платформ. Тот самый цифровой гулаг, о котором говорят эксперты и медиа, по факту уже настал. В понятной политике разберем самые вопиющие случаи, когда корпорации подыгрывают политикам в нечестной борьбе. Как в США на крупнейших платформах преследуют по политическим мотивам? Как манипулируют сознанием пользователей и зачищают неугодное цифровое пространство? И почему пользователь беззащитен перед такой демократией? Цифровая диктатура и двойные стандарты на конкретных фактах. О свободе в интернете которой нет. Смотрите в понедельник в Понятной политике. Тем временем ситуацию в Донбассе крайне сложно описать нормальными словами. Украинские солдаты приведены в полную боевую готовность. Владимир Зеленский надел свой знаменитый бронежилет и поехал на передовую поднимать моральный дух войскам. Поднять удалось настолько, что зарубежные держатели украинских акций за пару дней сбросили ценных бумаг на примерно 100 миллионов долларов. Вдобавок шестого президента жовто-облакитные одолевают флешбеки из Вьетнама. Дело в том, что Владимир Александрович посетил боевую позицию с таким названием. И теперь эксперты гадают, а не слил ли лидер Украины секретное расположение войск. В свою очередь США ясно дают понять, что мол, мы конечно с Киевом, но насколько близко пока непонятно. Добавим тотальный локдаун, внутриполитическую борьбу за власть и получим формулу Украины 2021. Алексей Волков что же творится у соседей? Как же это все произошло? Ведь немного времени прошло. С такими тяжелыми думами Владимир Зеленский поехал в Донбасс приводить в тонус украинских солдат. Гарант так и не научился руководить страной один. И у него на это пять причин. Потихонечку. Погода туда едете. Не рада. Первая причина это ты. Конечно про Путина. Глава Кремля своеобразная деус-экс-машина для украинских политиков. На кого спихнуть беды в ЖКХ? Путин. Кто виноват в разрушенной медицинской системе? Путин. В подъезде постоянно воруют лампочки. Тоже ведь он. Зеленского на повестке дня по сути говоря гражданам Украины предложить нечего. Он исчерпал и корм, доверие. Он исчерпал все какие-то и планы А, и планы Б. По факту ему предложить нечего. Страна нищая без кредитов МВФ она не может существовать. Уничтожена промышленность, экономика. Люди массово покидают страну в целях просто заработать себе на коммунальные услуги. Вот это все то, что мы сейчас получили. К весеннему обострению Зеленского на Донбассе подталкивали и депутаты и националисты. Надо создать конфликт и тогда уж точно нас возьмут в альянс. Впрочем, на Украину в НАТО не стоит такой план. Но перемога есть. Официальный сайт Роза Ветров теперь можно почитать и на соловьиной мове. Правда, с ошибками. Зеленский пришел в страну, которая разваливалась и доразвалил ее. Зеленский не боится, что его снесут 73% граждан. Он боится, что его снесут те самые, которые были против него. И вот теперь этот хомяк в бронежилете, даже хомяк в бронежилете выглядит грознее, если у него есть какой-то там грозный хозяин. А как известно, вторая причина все твои мечты. Бубочка, так называют Зеленского журналисты, конечно, мечтает вернуть Донбасс и Крым в украинское лоно. Каким образом? Ну, например, лидер нацкорпуса Андрей Белецкий открыто говорит, что вот в Афганистане талибы нагнули империи и предлагает вооружить вообще все население. Так победим. Там немае экономики, там немае адекватной цивилизации, але там етакий фактор, как озброенный народ. Донбасс дело тонкое. Это понимают, кажется, все, кроме Украины. Байден сказал, что поддержит Киев против российской агрессии, но в войну лезть точно не хочет. Да и Москве надоело, что жовто-блакитному соседу везде мерещится триколор. Начало боевых действий это начало конца Украины. Это самострелы выстрелы впрочем, и Путину, и Казаку, а уж тем более российским десантникам можно и понервничать. Ведь первый президент Украины Леонид Кравчук обещал лично из винтовки Геринга правой руки Гитлера отстреливать с балкона парашютистов из РФ. Также Кравчук похвастался, что в прикроватной тумбочке держит кольт, пистолет. В другой, видимо, каравай шутит интернет, зная историю переобуваний бывшего коммуниста Кравчука. Да и в целом, зачем российским десантникам элитный коттеджный поселок с великолепным названием Конча-Заспа? Хороший вопрос. Но популизм заразителен. Вот уже и лидер радикальной партии Олег Ляшко собрался взять в руки пару десятков стволов и тоже отстреливать россиян. Хотя Путину гарантирую то же самое. Как только они надумают сюда идти широкомасштабной агрессией, мы не остановимся на кордоне между Украиной и Россией. Мы дойдем, как доходили наши гетьманы, мы дойдем до Москвы и той Кремль горит, как в часы Наполеона. Ну и последний штрих команды украинских мстителей Петр Порошенко. Он-то нас и подводит к очередной причине. Третье это все твои слова. Национальный супергерой еще в конце марта в Раде сказал Зеленскому, что хватит смотреть в глаза Путину, мол, верни войска в Донбасс. И ладно, что пор разрабатывал на войне. Сам он с главой Кремля разговаривал вот так. Так могли бы говорить между собой сваты. Тема и Зеленскому известная. А у Верховной Рады особенная стать. Речь Порошенко зашла с другой стороны. Четвертая причина это ложь. Владимир Зеленский говорил вернет Донбасс миром. Уже не получилось. Что ковид стране не страшен. А в итоге очередной карантин и вот это. Мужчина не сошел с ума. Просто в автобус можно попасть при условии специального ковидного разрешения. Ну или на такси 40 долларов за 7 километров. Ничего не поняли украинцы и с русским языком. Его запрещали, а потом случились три стадии принятия. Русский это слобожанский, русский это восточно-украинский и наконец у нас есть свой украинский русский. Пример из Одессы. Сейчас ПЛР-лаборатория делает анализы 3-4 суток добы 3-4 добы чтобы статус пациента определять вызначить так что это очень своевременно своечасно. И пятая причина это боль от того что умерла любовь. Судя по всему Путин даже залез в постель к главе СБУ Игорю Баканову. Сложно сказать где побывала рука Кремля но у супруги украинского чекиста нашли российский паспорт. Шок который можно заедать гордоном в шоколаде. Мы снова на Донбассе или нет Владимир Зеленский побывал во Вьетнаме так называется огневая точка украинских сил и позанимался утром в промзоне Авдеевки. Результат поездки. Судя по всему Вьетнам позиция секретная а промзона в 7 километрах от Зеленского. Цегалим и Коксехим правят гаранта соцсети. Видимо флешбеки президента еще помучают. А вы служили во Вьетнаме? Кто следующий в душ? Я я Уйди противный ты весь потный Нет я не был во Вьетнаме но мне нравится притворяться что я там был И несмотря на все увещевания украинских чинов что войны не будет страна живет на взводе локдаун, экономика споры в народе все это водит Украину даже не в тупик а ступор из которого только назад и вниз по наклонной О полете кукушки в главном эфире Алексей Волков Перейдем к сводкам с мирового медицинского фронта Число зараженных коронавирусом на планете неизменно растет С начала пандемии оно уже превысило 136 миллионов По количеству положительных тестов показатели сравним с январским когда заболеваемость резко увеличилась после рождественских праздников Неделя снова принесла антирекорды В Украине их было сразу два по заражениям 20 тысяч новых случаев и по смертности 464 летальных исхода Единственный ответ властей на ситуацию тотальный локдаун Суточный максимум смертности зафиксировали в Польше больницы в стране перегружены пациентов размещают уже в коридорах Изобретать велосипед правительство не планирует пользуется стандартной мерой продлением карантина Тем временем растут и антикарантинные настроения На этой неделе против ограничительных мер выступали в Германии Швейцарии Дании США и многих других странах Сами митингующие говорят, что выступают за элементарную свободу человека Что ж как известно для западных политиков это понятие довольно растяжимое поэтому сильных послаблений гражданам ждать не приходится Коронавирус прошел а слабость осталась Как лечить? Кому бежать? Точно ли я выздоровел? Врачи говорят о постковидном синдроме Это не заболевание а последствия Сюда же относятся нарушение обоняния и вкуса забывчивость тахикардия Проявиться такие симптомы могут далеко не у всех К слову постковидный синдром не зависит и от тяжести заболевания Истории пациентов и мнения врачей в нашем следующем материале Ковид-инфекцию Павел перенес в июне прошлого года Температуры не было Только сильная слабость нарушение сна Однако КТ показала двустороннюю пневмонию Кислородной поддержки необходимости не было После двухнедельного стационара больничные закрыли Но спустя месяц слабость вернулась Упали показатели физической тренированности С того момента еще хуже стало нарушение сна Просыпался в 2 часа ночи каждый день Это было порядка 4-5 месяцев При этом перепробовал многие типы снотворных Значит были на фоне этого жуткая усталость на фоне этого появились боли в сердце на фоне этого появился страх ночи потому что каждую ночь не спишь и ты уже знаешь что ты не будешь спать начинаешь себя накручивать Такие состояния врачи называют постковидным синдромом Это не заболевание а последствия перенесенной коронавирусной инфекцией Комплекс симптомов проявляется примерно у 20% переболевших Это могут быть головные боли забывчивость снижение чувствительности кожных покровов и слабость Проявиться постковидный синдром может спустя неделю после выздоровления или месяц Все индивидуально так же как и его продолжительность Могут быть какие-то кардиологии то есть какие-то боли в сердце они не совсем типичные Это могут быть длительные ноющие тянущие боли колющие боли в области сердца Ну конечно это будет требовать обязательно обращения к специалистам Ковидная инфекция бывает просто чаще таким триггерным моментом который спровоцирует так скажем проявление заболевания которое просто не давало о себе знать до вирусной инфекции Мы столкнулись с достаточно агрессивным вирусом который действует полисистемно который вмешивается в свертывающие свойства крови в функционирование сердца в функционирование проводящей системы который оказывает неблагоприятное действие основное действие на органы дыхания Лариса Копыткова коронавирус перенесла практически бессимптомно единственное перестало чувствовать запахи постковидный синдром педагога начальных классов настиг на второй день после закрытия больничного Стала собираться на работу еще утром зарядку сделала и такие вот ноги становятся ватные ватные потихоньку вот такие какая-то слабость в ногах до шести еще отработала но в шесть часов так уже перешла как бы держась за воздух в шесть часов я вызвала скорую помощь они меня забрали и сын уже меня вынес на плечах я ничего ногами не могу просто от поясницы все у пациентки пострадала центральная и периферическая нервная система осложнение пошло на ноги уже полгода под наблюдением специалистов РНПЦ неврологии и нейрохирургии заметен прогресс в лечении походка стала увереннее развитие постковидного синдрома никак не связано с тяжестью заболевания осложнения могут возникнуть и у тех кто переболел двухсторонней пневмонией и тех кто перенес ковид-19 бессимптомно в целом сроки восстановления зависят не только от выполнения медицинских рекомендаций но прежде всего от мотивации пациента и его хорошего настроения исследованием неврологического постковидного синдрома сейчас занимаются иммунологи инфекционисты и неврологи Белмапо и медуниверситета работа по изучению отложенных симптомов коронавирусной инфекции рассчитана на три года особое внимание специалисты уделяют пациентам с рассеянным склерозом болезнью Паркинсона и тем кто не имел в анамнезе хронических заболеваний но тем не менее столкнулся с синдромом мы хотим изучить иммунную систему пациента как она ломается после ковидной инфекции хотим изучить особенности клинических проявлений также постараться выявить факторы риска которые могут поспособствовать ухудшению неврологического заболевания для того чтобы максимально предотвратить эти возможные осложнения в зоне риска конечно же старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями поэтому медики советуют не пренебрегать соблюдением правил эпид режима держать дистанцию пользоваться антисептиками и носить маску о постковидном синдроме в главном эфире Светлана Чернова Илья Максимов и Анатолий Долотовский давайте напоследок лучше вспомним как мы болели за наших спортсменов одна из самых ярких биатлонисток обладательница хрустального глобуса в зачете молодых спортсменок и первые личные награды в Кубке мира для Динары Олимбекова этот сезон несмотря на золото Южнокорейской Олимпиады в 2018 получился лучшим в карьере и на своем примере воспитанница биатлонного города Чаусы показала что приложив усилия и желание работать можно достичь любых высот на этой неделе хрустальный глобус который Динара завоевала как лучшая молодая биатлонистка мира передан на хранение в музей национального олимпийского комитета и теперь его может увидеть каждый в эксклюзивном интервью главному эфиру Динара Олимбекова подвела итог предолимпийского сезона рассказала о самых непростых моментах в карьере и очень осторожно порассуждала о планах на будущее и своих мечтах В совокупности насколько это по пятибалльной шкале например пятерка твердая либо что-то меньше Да, конечно пятерка В любом случае даже чемпионат мира то, что без медали прошло Даже из-за чемпионата мира не знаю, наверное для меня в этом году было важнее чувствовать себя хорошо в каждой гонке и в каждой гонке можно было претендовать на медали Это была и есть невероятно красивая биатлонная история которая захватила наши болельщицкие сердца с самого первого этапа Кубка мира Для преамбулы стоит, конечно, упомянуть что сезон 2019-2020 для Динары Олимпековой прошел из рук он плохо и немногие это самые преданные зрители верили что межсезон не изменит направление ее карьеры Но в это и это самое главное верила сама биатлонистка ее главный болельщик это мама Мама, твой лучший друг на сегодня вообще это тот человек с которым ты реально как друг, да? Мама, да Все, больше ничего не скажу про маму Ну как часто ты с ней в течение сезона связываешься И когда это больше когда хорошо либо когда плохо Ну вообще заметила что мы больше созваниваемся когда хорошо Но в этом сезоне было больше хорошего, чем плохого Но тоже спасибо ей за то, что она понимает и после плохих гонок этого нету сразу у меня каких-то там сообщений что ну не расстраивайся Она знает что меня этим не успокоит пока я сама это все не переживу Счастливым для Олимбековой стал австрийский Хох Фильдсен который принес олимпийской чемпионке первые личные награды в Кубке мира Безмедальный чемпионат мира в контексте личных подиумов не сбавил темп Олимбековой И к концу сезона она возьмет еще несколько наград Но самым главным трофеем станет вот этот Я спряталась У меня нет Крустальный глобус который вручают лучшей молодой биатлонистке мира Это как раз он Шикарно Все, расходимся С первого раза Подобные моменты особенно после удачного сезона конечно приятные Динарии не менее комфортно находиться в амплуа модели перед объективом фотокамеры Дениса Костюченко чем на подиумах Кубки мира Не, не так Смотри Есть еще такой нюанс Если ты хочешь чтобы выглядел подбородками визуально не вверх надо задирать а чуть вперед Вот так Чуть-чуть Можешь одну руку как-нибудь сделать Вот, горе Вскоре она передаст свой главный личный трофей на хранение в музее национального олимпийского комитета Беларуси Не знаю, мне кажется аппетит так стало время приходить, что было сложно смириться с тем что Германия неудачная получилась в личном банке Ну вот что касается Германии то там я точно понимала что ни на что хорошее рассчитывать не буду это я хорошо потренировалась новогодний сбор и уже приехала с такой загруженностью я забираюсь в первый подъем и понимаю, что я вообще не та Конечно, сложно было потому что мне же хочется у меня же там борьба за синюю майку и общий зачет нужно вовремя включить здравый смысл и понимать что тебя ждать и на таком вот уровне Вот когда вот этот переворот произошел в каком он формате вообще был? Ну вообще нужно понимать, наверное что я же не просто вот в сезон 2020, 2021 и я вот вот я никто не была до этого и выросла просто там непонятно в кого да, это первая победа на Курсе мира такие достижения за один сезон но я попала в команду в 14-15 лет значит была каким-то талантливым ребенком что меня взяли тренироваться вместе с основной командой и наверное где-то было во мне заложено что-то что ну может только сейчас я достаю и как-то прогрессирую много раз говорила что у меня были проблемы со здоровьем с ногами и всегда верила в то что решая их ну то есть у меня появится какой-то толчок вперед может быть это не нужно было там кому-то говорить а просто решать свои проблемы самой и уже ну двигаться вперед насколько тебе важно общественное мнение вообще расскажи насколько оно было раньше насколько сейчас тебя оно беспокоит заботит либо это как справочная информация посмотрела забыла либо внутри переживаешь я понимаю что переживаешь вполне да вообще переживаю ну потому что захожу все читаю раньше относилась да раньше относилась прям вот прочитаю и все наверное не знают как лучше эти все комментарии расстраивалась да расстраивалась сильно И где-то я понимала, что болельщики правы. Просто они не могут понять меня, что у меня есть некоторые проблемы, которые нужно решить. Но сейчас я понимаю, что им нужен будет только результат. Следующий сезон Олимпийский, о нем мы говорим трепетно и осторожно. Вы понимаете, почему. Для себя я решила, что это словосочетание «Олимпийский сезон» я буду употреблять очень редко, чтобы не было всего нагнетания какого-то. То есть ты, можно сказать так, искусственно будешь сбивать свои вот эти эмоциональные вещи с мыслями, прости меня, пекинской медали, допустим, просто вот. Ну вот специально это делать, да? Потому что это тебе очень важно. Ну может быть. И я просто была на Олимпиаде в Корее. Я жила в одной комнате с нашими девочками, которые ехали на Олимпиаду брать медали. И я видела все, что происходило. А что происходило? Ну, человек, который едет брать медаль, наверное, он сконцентрирован в 10 раз сильнее. Постараюсь не думать о том, что Олимпийские игры, Олимпийские игры и пара базы. Ну внутри все-таки есть какое-то такое ощущение, что… Никак не отнять. Мы уже знаем свои цели, знаем свои мечты, как мы будем уйти. И они большие, правильно понимаю? Вот какие большие. Та любит, что я хочу стать четырехкратной, как Даша. В главном эфире Андрей Козлов и Илья Максимов. Борьба за победу будет напряженной и здесь. «Х-фактор Беларусь» зажигает новые звезды. Предкастинг вокального талант-шоу состоялся в Витебске. Исполнительское мастерство продемонстрировали более ста человек. В их числе и профессиональные вокалисты, и люди для которых музыка – хобби. Два дня предварительного кастинга еще раз подтвердили. Витебск любит и умеет петь. К слову, приехали в областной центр не только жители севера страны. Ради исполнения мечты стать участницей грандиозного проекта жительница Тюмени Мария Ярцева провела в пути трое суток. Оценивает вокальные данные, артистизм конкурсантов, профессиональные жюри. Поют участники акапелла. Решила попробовать, отправила заявку. И вот я здесь. Трое суток на поезде, автобус, но я добралась. Я счастлива, я с собой горжусь, что я это сделала. Я люблю петь, и здесь быть – это счастье. Потому что вообще я, например, не могла подумать, что у нас вообще в городе может быть такое. Я рада петь для людей, быть с вами. Витебщина богата талантами. Самое главное для меня не столько чистота нот, сколько харизматичность, сколько артистичность. Когда человек точно знает, что он хочет этим заниматься, что это его призвание. Команда «Х-фактор» Беларусь продолжит искать таланты. На очереди Гродненская область. На следующей неделе, 17 апреля, предкастинг пройдет в Лиде. На музыкальной ноте и закончим нашу программу. С вами были Сергей Гусаченко и Ольга Макей. Хорошего настроения и до встречи в главном эфире. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова